Встреча Рязанова и Кончиты, Наполеон падающий с лошади. Эти и многие другие исторические моменты передал художник на полотнах. Анатолий Попов мастер своего дела, его картины хранятся в частных коллекциях. Сегодня он может работать над тем, что ему действительно интересно. Моя цель остановиться на известных событиях, известных людях, забытых, или может быть вычеркнутых по тем или иным причинам в разное время, а вы сами знаете, какое время у нас было. И поэтому я хочу вернуть некоторые имена. Допустим, такие имена, как Николай Петрович Рязанов, известная всем история Юнона и Авось. Проект передвижной выставки художника стартовал в Одинцовской лингвистической гимназии. Ребята ближе познакомились с творчеством Анатолия Васильевича и узнали интересные факты отечественной истории. Выставка очень понравилась, очень красиво написаны картины все. Такие мероприятия не просто важны, они очень значимы для духовного развития наших детей, они очень познавательны. При этом мы, конечно, живем в сердце нашей Родины, рядом очень много музеев, очень много выставок проводится. Но, к сожалению, самый ценный ресурс – это время. И очень ценно, что мы можем прикоснуться во время наших уроков к такому чудесному миру творчества. Организаторы выставки планируют, что до конца этого года они успеют охватить городские школы, а уже потом отправятся по территории района. Образовательный проект интересен и детям, и преподавателям. И до Нового года пройдет почти что 35% наших ребятишек. Это дорогого стоя. Мы будем знакомиться с вашим искусством, радоваться. И я уверена, что в наших ребятах зародится такое чувство и любовь к такому творчеству. Когда художник выходит к аудитории подрастающей, это, собственно, мы сеем те семена, которые пожнем чуть позже. То есть эти дети, которые сегодня нас окружают, это наше будущее. И за этими банальными словами на самом деле кроется очень большой смысл. Четкими мазками кисти художнику удалось передать характер исторических персонажей, ход событий, которые навсегда изменили мир. Мария Шматкова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова